Ласкутное шитье Сегодня у нас вторник, 16 июля, июль макушка лета, и мы ее уже прошли. Сегодня 562 эфир Академии Ласкутного шитья, и сегодня мы поговорим о теоретических и о практических вопросах, что будет. Первое, теория – это 10 шагов, как начать заниматься ласкутным шитьем. Ну, а второе, это у нас будет небольшой практический урок, как освоить прием замок на руках, при шитье на руках и на швейной машинке. Итак, начинаем прямо сейчас. 10 шагов, как научиться ласкутному шитью. Шаг первый. Не откладывай на завтра то, что можно сделать послезавтра, что можно сделать сегодня. Каждый раз мы себе говорим, о, мне так нравится ласкутное шитье, я так хочу им заниматься. Но сейчас вот настанет тот самый день, когда я им займусь. Мне надо выкопать картошку, закрутить огурцы в банке, вот это, вот это, вот это сделать, и детей в школу собрать. И вот после этого, когда я все это сделаю, или когда я вернусь там откуда-то из поездки, я начну заниматься ласкутным шитьем. Хорошая методика, очень хорошо работает на откладывание, в результате вы обнаруживаете себя через 8 лет, как бы, и вам уже заниматься ласкутным шитьем. Некогда, надо заниматься чем-то другим. Начать надо прямо сейчас, не откладывая на завтра. Следующие шаги, как это сделать. Итак, шаг первый. Говорим себе, начинаю прямо сейчас. Итак, шаг второй. Правильно выбрать учителя. Что я имею в виду? Все мы умеем пользоваться Ютубом, еще какими-то ресурсами, соцсетями, ВКонтакте там и другими, как бы. И, конечно, очень много предлагают, вот показывают такой блог, как научиться, как это сделать, как это сделать. Вы вправе все это смотреть совершенно спокойно, как бы, да? Ну, я очень часто привожу такой пример. Вот вы в школе, прежде чем участвовать в Олимпиаде по математике, допустим, в 8 классе, да? Вы в первом, втором, третьем и четвертом классе проходите такие действия, как сложение, вычитание, умножение и деление. И только после уже в средней школе у вас начинаются квадратные уравнения, логарифмы, натуральные логарифмы, десятичные логарифмы, производные, интегралы и все такое прочее. Соответственно, здесь точно так же, ваша задача правильно выбрать учителя. То есть, учителя, который вас возьмет за ручку, поведет совершенно четко от простого, ну, от умножения, деления, сложения там всего, к каким-то логарифмам. Самая частая ошибка начинающих, ну, не самая, не самая, очень частая, то, что люди видят в интернете что-то очень-очень красивое, такой запредельно красивое, говорит, да, я сошью, я потому говорю, что я однажды увидела круговое боржелло в исполнении Ларисы Банакиной, Ларисы Валентиновны Банакиной, и решила такое сшить, и я пошла в магазин, это четыре сезона было на Автозаводской, и там-то всяких штапелей красивеньких накупила, там, мешок, мешок. Конечно, я ничего из этих штапелей не сшила, часть этих штапелей до сих пор лежит у меня, потому что я покупала по полметра, а на самом деле надо было ни штапель покупать, и не по полметра, как бы, ну, тем не менее, как бы, шаг второй, правильно выбрать учителя. И вот сейчас здесь внизу ссылка, и в комментах повторение этой ссылки, чтобы вы могли по ней пройти, там программа Академии лоскутного шитья, где педагог с 30-летним стажем Ирины Юрьевны Муханова, уже не 30, уже больше, ну, неважно, как бы, да, просто объясняет, как надо идти четко пошагово от простого к сложному. Ну, надо сказать, что Ирина Юрьевна Муханова автор девяти книг по лоскутному шитью. Если вы учитесь там у нас, допустим, где-то в программе, она проверяет ваше домашнее задание лично, и пощады не ждите, это нормальные советские учители, которые будут вас требовать. Итак, шаг второй, выбор учителя. Шаг третий, такая пословица из Дворотска, табун бежит, и я бегу. Шаг третий, это заручиться поддержкой единомышленников. Хорошо, если ваша семья вас поддерживает, потому что у нас есть в Академии лоскутного шитья очень многие ученицы, многие из них говорят, вы знаете, мне этот курс, ну, по обучению лоскутному шитью, муж подарил на день рождения там, или мне там сын и невестка там подарили на день рождения набор для шитья, допустим, лоскутного одеяла. Ну, то есть, хорошо, если поддерживает семья, если поддерживают друзья, подруги там, коллеги по работе, допустим, да. Ну, иногда бывает так, что вот, ну, как-то некому поддержать. У нас есть совершенно бесплатная в Телеграме группа Лада о лоскутном шитье, это про лоскутное шитье. Там у нас более двух с половиной тысяч, ну, почти три уже участниц, и, в принципе, наверное, стоит присоединиться, потому что там очень много всего интересного, там как-то можно показать свои работы, как-то можно переговорить, то есть, это первое. Второе, у нас есть лоскутный клуб 2.0, вот это затея платная, не бесплатная. У нас там проходят трансляции еженедельные по четвергам в шесть часов, ну, и, в принципе, в лоскутном клубе вы как-то можете обменяться мнениями, тоже идеями показать свои работы. То есть, шаг третий, это поддержка людей, которые вас понимают, и которые разделяют ваши лоскутные убеждения. Хорошо. Шаг четвертый, это правильно выбрать инструмент для лоскутного шитья. Ну, конечно, те, кто у нас не занимается никогда или первый раз смотрит, это идет, скажет, ну, как, у нас вот есть ножницы, да, и нормально все, как бы. Смотрите, у нас есть специальный эфир, специальный урок про инструменты, вот он внизу, по-моему, номер его 559, ну, боюсь соврать, вот 559. И в комментах я тоже укажу этот урок для вас, чтобы вы могли его посмотреть и правильно разобраться в инструментах. Здесь есть две крайности. Первая крайность, то, что люди говорят, ой, мне нужны только ножницы, и я все вырежу, все нормально, нормально, но все-таки лучше нож и мат. И есть люди, которые впадают в другую крайность, которые начинают скупать инструменты, какие-то там специальные треугольники, какие-то маркеры, еще что-то. Как всегда, истина находится, что посередине у нас с нами, да. Поэтому смотрите урок, как выбрать правильно материалы и инструменты. Вам хватит, я вас уверяю, одного роликового ножа, одного мата 90 на 60 сантиметров и линейки, ну, 60 на 15, это самый минимальный у нас вариант, да. Ну, и если вы хотите чуть-чуть расширить набор инструментов, то мат у вас по-прежнему 90 на 60, линейки вам потребуется две, 60 на 15 и 45 на 10, и больше вам не надо. И ножа, может быть, вам понадобится два, с диаметром 45 миллиметров и с диаметром 28 миллиметров. Этого хватит вам вот так. Ну, если вы что-то хотите там экстремально красивое или экстремально модное, я не буду вправе вас удерживать. Поэтому шаг 4, это правильный выбор инструментов. И, очень забыла вам сказать, конечно, это правильная влажно-тепловая обработка, то есть это хороший утюг. И если мы знаем, что, допустим, под идеальники нужно гладить вот так, то в лоскутном шитье применяется другой метод, я его называю методом слонопотама. Это когда утюг с паром ставится на изделие, изделие отпаривается и утюг поднимается. Ну, это вы все посмотрите в наших уроках, это все более подробно есть. Шаг 4, правильный выбор инструментов. Нож, мат, линейка и хороший утюг. Итак, шаг 5. Шаг 5, это узнать о свойствах тканей. Я очень много рассказываю. Вот, допустим, эфир «Три ошибки начинающих лоскутниц». Я рассказываю о том, что нужно пользоваться специальными тканями для петчверка. По этому поводу очень много людей высказывает свое мнение. И кто-то мне говорит, у нас пенсия небольшая, поэтому шьем из того, что придется. Ребята, это ваши девушки, это ваше право совершенно. Кто-то говорит, я не знаю, где купить ткани для лоскутного шитья. Ссылка на магазин внизу. Кто-то говорит, ну, я шью и из того, и из того. Получается по-разному, конечно, лучше вот эти ткани для лоскутного шитья. Значит, коротко, смысл о свойствах тканей. Вообще, как правило, лоскутное шитье, ну, для начинающих, во всяком случае, это ткани для петчверка, это 100% хлопок. Они не выгорают, не линяют, не растягиваются при стирке. Очень устойчивы к износу. И, в принципе, эти ткани покупаются в специализированных магазинах. Я думаю, что надо немножко таких тканей купить и хотя бы немножко на них научиться. А потом вы, когда научитесь, поставите руку, вы можете шить из старых джинсов, из каких-то других хлопковых тканей. Может быть, даже из штапеля, посадив юнофризелин. Но это уже совершенно другая история. Там начинается, ну, немножко уже другой пилотаж, как вы понимаете. Ну, конечно, научиться лучше вот на таких тканях специальных для петчверка. Очень много историй, когда люди начинали учиться на обычных тканях, ну, на какой-то бязи, там, на старых подъяльниках. И, в принципе, пошив вот на таких тканях, они от бязи и подъяльников, конечно же, отказывались. Ну, это сугубо ваша история. Где взять вот это? У нас есть набор квадратиков вот для лоскутного шитья. Вот, допустим, набор холодных, так называемых, холодных цветов. Сейчас вам покажу. Здесь 30 штук их. Вот они, смотрите, разные, разные, разные. Все они у нас есть в разделе наборы в учебном магазине. Давайте я вам сейчас мозги компостировать не буду. Итак, шаг номер 5. Это узнать о свойствах тканей. Лоскутное шитье. Это ткани хлопчатобумажные. Учитесь на хлопчатобумажных тканях, которые специально для патчверка. Где их взять? В учебном магазине. Здесь еще раз ссылка. Либо в каких-либо других местах. Но лучше все-таки здесь. Шаг 6. Шаг 6. Это научиться держать ровный припуск. Смотрите, к нам обращается очень много швеников. Ну, то есть людей, которые шьют одежду профессионально. Они прекрасно шьют. У них хорошее понимание, как конструировать. Иногда есть проблема, как держать припуск. То есть строчку они делают ровно, аккуратно. А вот с припуском непонятно. Что такое припуск швейной машины? Это расстояние от края ткани до строчки. Стандартный припуск швейной машины составляет 6 мм. Он часто зависит от положения иглы. Или от лапки. Есть специальные лапки для патчверка, допустим. Да, с припуском ровно 6 мм. Ваша задача на шаге шестом научиться всегда держать один и тот же припуск 6 мм. Потому что люди совершают часто много ошибок. Они вот шьют ровно, 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 ровно. Потом раз, у них строчка загибается. Вот, получается некрасиво. Когда мы в конце этого занятия с вами сошьем вот такой образец, мы как раз поговорим о припуске 6 мм. И как его поставить ровно и на руках, и на швейной машинке. Ок. Шестой шаг. Ровный припуск. Шаг седьмой. Не надо шить что-то запредельно сложное. Сначала потренируйтесь на простых изделиях. Блок-диагональная полоска. Просто сшивание полосок. Просто тренировка припуска. То есть на простых изделиях. На ланчматах, допустим. Ну, каких-то салфеточках там небольших, простых. Как бы сначала на простых изделиях вы тренируетесь. Это поможет вам, а, не испортить ткань, б, избежать разочарований и избежать заниженной самооценки. Потому что, когда человек начинает шить сложное, не умея шить простое, как бы, у него не получается. Он бросает. Потом мы, как обычно, хватаемся за голову и говорим, ой, у меня ничего не получается, я такая-сякая, ну и так далее. Нет, учимся на простых изделиях. Это шаг седьмой. Шаг восьмой. Это научиться работать с цветом. Видеть цвет. Распознавать место этого цвета в цветовом круге. Простишь пример. Вот этот цвет. Он холодный или теплый? Вот этот цвет холодный. Почему? Красный цвет нейтральный и зеленый цвет нейтральный. Ну, если в этот красный добавить малую толику синего, он ставит уже таким бордоватым, да? Здесь есть малая толика синяя. Вот этот цвет холодный, допустим, да? Ну, вот этот цвет какой? Ну, во-первых, это не цвет, как бы, тут полосатая, скажем, да? Вот этот цвет холодный голубой, да? А вот этот цвет какой? Вот зеленоватый. Он такой теплый. То есть, и так разбирая, мы можем любую ткань. Ну, холодный голубой, допустим, да? А вот здесь у нас что, посмотрите, как интересно, да? У нас с вами на нейтральном сером. У нас с вами лимонный желтый. Лимонный желтый теплый, серый нейтральный. Значит, какой это цвет? Теплый. Ну, и так далее. То есть, шаг восьмой. Надо научиться видеть цвет. И вот это видение цвета у вас возникает вследствие насмотренности. Что такое насмотренность? Это вы должны вот с этими лоскутами поиграть их, потрогать, поперекладывать, как бы, да? Вот, ну, в принципе, вот для начала можно купить вот просто вот такой набор квадратов. Вот он, я его распотрошила, сейчас показываю. Вот здесь 30 штук квадратов стоит 400 рублей. Хотя бы поиграться. Это вот, допустим, холодные цвета, да? Точно так же можно теплые цвета. Так что шаг восемь. Это научиться работать с цветом. Шаг девятый. Предпоследний. Это научиться красиво обрабатывать ваши лоскутные изделия. Что я имею в виду под словом красиво обрабатывать? Это научиться стюжки и окантовки. То есть, конечно, просто сшивание лоскутиков, вот само по себе, оно нам ничего не дает, чтобы оформить вещь в готовое изделие, нужно, как минимум, это изделие правильно простегать и правильно окантовать. То есть, сделать какую-то финальную обработку. Поэтому, чтобы изделие было профессионально, пожалуйста, будьте аккуратными, да? И, пожалуйста, учитесь операциям стюжки и обработки, окантовки. Ну, сразу хочу сказать, что элементарным, самым первым операциям по стюжке и окантовке вы можете научиться в марафоне «Успешный старт» Академии Лоскутного Штия. Ссылка на марафон вот здесь она. В принципе, марафон вы можете начать, возвращаемся к шагу один, прямо вот сегодня, в тот самый день, когда вы решили заниматься. Шаг десятый. Шаг десятый – это постоянно практиковаться. То есть, вы в теории можете что-то почитать по теории, но если у вас не будет практики, если у вас не будет насмотренности, если ваши ручки не будут знать, как шить, как делать толскутные изделия, если у вас не будет навыка, ну, теории без практики – это как там сухотеория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет. Так что шаг номер десять – это практикуйтесь, 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 практикуйтесь шейте. Что я хочу сказать по этому поводу? Я начала лоскутное шитье больше десяти лет назад. И вот, когда я стала понимать, что шить получается, и, в принципе, есть уже знания, в восемнадцатом году я открыла Академию Лоскутного Шитья вместе с Ириной Юрьевной Мухановой. И, вы знаете, я написала на бумажке так называемую миссию. Тогда было модно миссию писать. Я хочу научить наших женщин лоскутному шитью так, чтобы они могли создавать изделия, которые станут фамильной ценностью. И чтобы вы могли создавать изделия, которые станут частью истории вашей семьи. Там лоскутное одеяло, пледы, подушечки, которые вы будете дарить, допустим, своим детям, внукам, друзьям, знакомым, которые будут говорить, вот хвастаться, это бабушка моя шила. Потому что, ну, лоскутное одеяло, вы пришиваете этикеточку, там написано, там, внучка Оля от бабушки, как бы, внучка Оля вырастет, выйдет замуж, одеяло заберет с собой, там, ее дети это прочитают. То есть это очень серьезная передача, как бы, опыта, это преемственность поколений. Я знаю, что очень многие из вас, вот, кто у нас учится в Академии лоскутного шитья, уже начинают внучек и даже внуков обучать лоскутному шитью. Это мелкая моторика, это прекрасно, дети все в гаджетах сейчас. И вот то, что они вот иголочкой, ниточкой, и вот посмотрите, вот этот кусочек ткани, да, его же с поверхности не так-то просто поднять, как бы, да, надо руками вот напрячься вот так вот. Поэтому, конечно, обучайте ваших детей и внуков, а мы сейчас перейдем к практической работе. Мы с вами сейчас сошьем вот такой блок из четырех квадратиков. Все просто, правда, да? Ага, ага. Значит, используя способ сборки замок. Что такое замок, я вам сейчас объясню. Это стык вот этот между четырьмя квадратиками. Сейчас мы сделаем этот замок на руках, и после этого сделаем этот замок на машинке швейной. Почему на руках? Потому что очень многие из вас на даче, и вы сейчас скажете, нет, я не буду начинать заниматься лоскутным шитьем, потому что нет швейной машинки. Фига, я все это предусмотрела. Итак, сейчас берем нитку, иголку и переходим в мастерскую. И совершаем шаг следующий. Начинаем осваивать прием замок. Итак, прием замок, ручная сборка. Четыре квадрата. Два светлых квадрата, условно светлых, и два темных квадрата, условно темных. Первая часть. По светлым квадратам вот здесь сейчас мы прочерчиваем линию, по которой будем шить. С отступом от края 6 миллиметров. Складываем квадраты попарно, аккуратно, ровненько. Вот так вот, да? Можно даже воспользоваться булавками и сколоть. Ручная сборка, да? Я строго вот по этой намеченной гелевой линии. Смотрите, что я делаю. Я иголочку вкалываю. И вот так вот по этой линии намеченной иду. И мелко-мелко-мелко, смотрите, набираю. Видно, да? Распрямила, сделала шажок назад. И снова мелко-мелко-мелко-мелко-мелко, вот так вот. Набираю. Сделала шажок назад. Снова иду по линии. Смотрите, да? Закрепилась. Второй квадрат точно так же. Смотрите, вот у нас готовы два набора. Припуск я загладила на темную сторону. Вот, да? Сейчас нам надо сделать так, чтобы по этой линии шва две наших детали совместились. Что мы делаем? Мы складываем вот так. Я беру иголочку с ниткой. Узелок, да? Здесь нужно снова прочертить линию 6 миллиметров с отступом от края. Сейчас, смотрите, я вкалываю иголку ровно вот в эту точку. Вот пересечение этого шва и этого шва. Посмотрите, здесь у меня припуск смотрит вправо, а здесь припуск смотрит влево. Я закрепляюсь. Несколько раз я вот здесь вот пройдусь. Два раза шовчиком назад иголку, да? И как мы уже делали в предыдущей версии, прохожу здесь, закрепляюсь. Снова мелко-мелко-мелко-мелко набираю. Смотрите. Закрепляюсь. Ну и так далее в эту сторону, а потом в эту сторону. Точно так же двигаемся в противоположную сторону. Посмотрите, вот у нас замочек наш, да? Зашла. Закрепилась. Вот у меня замочек. Я прокалываю вот сюда и прокалываю вот сюда. Точку совмещения. Видно, да? Вот, посмотрите. И дальше идем точно таким же способом. Посмотрите. В силу того, что я очень ровно совместила серединки. Видите, да? Несмотря на то, что шов у меня ручной, я загладила. Посмотрите, этот припуск смотрит в эту сторону, этот в эту сторону. Здесь неважно, в какую сторону вы загладите припуск. И вот у меня точка совмещения. Вот, пожалуйста, вам прием ручной сборки четырех квадратов. А сейчас перейдем к машинной сборке этих же четырех квадратов. Прием замок. Посмотрите. Сейчас мы точно таким же приемом соединяем квадраты машинной сборкой. Здесь я уже не провожу линию шва. Но если вы не уверены, вы можете ее провести. Потому что я знаю, что припуск моей машины 6 миллиметров. И шаг стежка у меня 2,7 миллиметра. И далее, не отрывая, не отрезая точнее нитки, смотрите, я складываю вторую порцию квадратов. Вот так. Видно, да? Все, готово. Сейчас мы загладим припуск на темную сторону и продолжим. Смотрите, вот мы сшили заготовки и загладили припуск на темную сторону. Что мы с вами делаем дальше? Далее мы складываем вот эти заготовки вот таким образом. Прошить нам надо вот здесь. Посмотрите. Я совмещаю те, кто совсем начинающий при помощи иголки. Но я вот так зрительно совмещаю. Посмотрите, да? Швы. Ставлю иголку. Закрепляюсь. И в то время, когда я подхожу к этому шву, посмотрите, вот в чем замок. Вот припуск вот этот смотрит вверх, этот припуск смотрит вниз. И вот там, где канавка шва, эти припуски совмещаются. Я прямо чувствую это пальцами. Кто в себе не уверен, вкалываю эту иголочку. Посмотрите, вот у меня совместились ровно эти швы. Сейчас проглажу. Вот, посмотрите, у нас две одинаковые заготовки. Первую мы с вами сделали ручками. Вот она, посмотрите, да? Вторую сделали на швейной машинке. Визуально они почти ничем друг от друга не отличаются. Что мы можем сделать из этих блоков? Ну, во-первых, вот этот блок, если мы его еще прошьем вот здесь и здесь, это у нас основа для есенинского вот такого одеяла. Вот эта плюшка у меня уже 9 блоков, 3х3. То есть, что мы дальше делаем? Мы с вами прошиваем. Смотрите, вот мы сложили вот так, да? И прошили вот в такую пилотку. То есть, прошили буквой П. После этого мы эту пилотку сошьем вот здесь и здесь. Посмотрите, да? Вот, вот пасем. Вот пасем. И у нас с вами получится вот такой квадратик. Вот. Мы в этот квадратик вложим тинсулейт. И получим вот такую вот плюшечку. Видите? Эту плюшечку мы простегаем. Вот так вот. И вот так вот сложим. Еще кусочек есенинского одеялка. Конечно, это далеко не все, что мы можем сделать с такими квадратами. Например, вот посмотрите подушка, которая называется одуванчик. В центре этой подушки блок дважды два. А посмотрите, по краям этой подушки квадраты. Вот они, да? Сшитые приемом замок. Вот, пожалуйста. Ну, давайте сшитые нами образцы воплотим в какой-нибудь интересный лоскутный блок. Что я делаю? Смотрите. Сейчас я аккуратно, при помощи ножа и линейки, разрезаю этот блок на две части. И этот блок я тоже разрезаю на две части. Центр разреза проходит вот здесь. Посмотрите. Что у нас получилось? У нас получилось два квадрата. С желтой гипотенузой и синий, фиолетовой вершиной. И два квадрата с желтой вершиной и фиолетовой гипотенузой. Теперь я беру линейку или треугольник. Ну, в данном случае треугольник. Смотрите. И замеряю, сколько же у меня здесь. Здесь ничего мне прикладывать не надо. Треугольник у меня ровно соответствует размеру вот этого треугольника. Видите, да? И сейчас из другой ткани, в данном случае каймы, вот такой, я вырежу четыре одинаковых треугольника. Насчет оставшихся лоскутов вы можете не беспокоиться. Потому что очевидно, что из них я сделаю тоже детали для других блоков. Так что вы не беспокойтесь. Ну что, товарищи начинающие, вот вам простейший прием замок. Сейчас я сошью эти блоки вот так по диагонали между собой. Причем я положу сверху, конечно, вот эту вот тканюшку, потому что у нее здесь долевая. Потом я сошью снова эти блоки по два, а потом по четыре. Вот вам прием замок. Давайте посмотрим, что получится. Пожалуйста, посмотрите. Вот я сшила два фрагмента между собой. Точно так же загладив припуск в одну сторону. И сейчас я могу сшить, в принципе, вот такой блок. Могу сшить вот такой блок. То есть я могу, в принципе, я могла сшивать квадрат, это по-другому каким-то другим образом, да. Я могу, допустим, сшить полосу, к примеру, каймы. Сейчас вам покажу. Ну, например, вот таким вот образом. То есть у меня, ну, прямо-таки богачество вариантов. Ну, поскольку я все-таки решила собрать вот такой вот красивый блок. Сейчас точно так же использую замок. Я сошью две вот эти части между собой. Мы с вами сшили красивущий лоскутный блок. Посмотрите, пожалуйста, да. Который вы можете использовать. Ну, давайте размер определим. Здесь у нас квадраты 10 на 10 сантиметров. А всего у нас размер блока в раскрои 34,5 сантиметра. Ну, в готовом виде будет 33 сантиметра. Прекрасная заготовка для лоскутной подушки. Ну, и, в принципе, посмотрите, пожалуйста, бандель. Вот она. Вы можете сшить из этих блоков хоть целое лоскутное одеяло. Так что первый шаг начните прямо сейчас. Терзайте. Ну, что ж, достойный финал. Девушки, у нас на сегодня все. Вы сегодня посмотрели прием замок в двух вариантах. На руках и на швейной машинке. Я надеюсь, навсегда решили заниматься лоскутным шитьем. Так что смотрите наши следующие выпуски. Переходите по ссылкам, которые у нас с вами внизу в комментах. Всем удачного дня. С вами была Лада Христенко, мастер лоскутных одеял. Всем пока. Оскудное шитье, сладой Христенко. Отдыхай душой, наслаждайся моментом. Оскудное шитье, оскудное шитье, оскудное шитье. Оскудное шитье, оскудное шитье.